Я ее объявляю и собираю... Встречу с сочинцами глава города начал с обращения. Июньская стихия показала, многие люди не знают, как себя вести в режиме ЧАЭС. Мэр напомнил, если в СМИ сообщают, что ожидаются сильные ливни, надо жителям быть предельно внимательными и быть готовыми в том числе и к эвакуации. От действий при чрезвычайной ситуации перешли к вопросам, связанным с ликвидацией последствий наводнения. И прежде всего глава города интересовала, как идут выплаты пострадавшим из фонда Красного Креста. Всем жителям, которые проживают по совхозу России, где мы сейчас собрались, кто вошел в список, это 521 человек. Выплата не произведена, 22. Мы просто не можем найти этих людей, дозваться к нам, написать заявление. Но нам помогают хорошо очень тосы в этом. Проанализировав причины наводнения, комиссия пришла к выводу, что в Эмеретинской низменности необходимо решать вопрос с отводом дождевой воды. В имеющейся системе ливнестоков оказалось слишком много пробелов. В том числе по вине проектировщиков, которые, к примеру, пульт управления насосной станции сделали в низине. Во время разгула стихии он был затоплен и вышел из строя. Есть проблемы и в главном обводном канале. Это федеральная собственность, но ответственная структура за ней вообще не следила. В итоге он заилился. Сейчас муниципалитет своими силами исправляет ситуацию. На данный момент очистка произведена на 90%. Что же касается в целом нагорных каналов и работы в дальнейшем, то будет скоро принято решение на уровне правительства Российской Федерации о ремонте этого канала, а возможно его полной реконструкции. Работает группа проектировщиков, которые должны сделать проект полной защиты эмерикинской низности и совхоза России от таких стихийных бедствий. Традиционно для сходов не обошло и без обсуждения вопросов, связанных с работой коммунальных служб. В частности, жители улицы Таврическая несколько лет мучаются из-за неработающей канализации. Канализация пять лет не работает. Пять лет. Все трубы, все забиты. КНС-ка неправильно сделана. И там стоят слабенькие насосы, которые качают воду. Кто обслуживает эту канализацию? Водоканал? Водоканал. Водоканал здесь? Сегодня установили мы дополнительный насос, к утру проблемы уже там не будет. Если завтра проблема не будет решена, как он пообещал, вы немедленно первое пишете прокурору заявление и судье, и мне даете на контроль. Рассказали на сходе жители совхоза России и о непонятной ситуации с платежами за водоснабжение. За одну и ту же услугу с населения квитанции присылают сразу две компании – Сочи-водоканал и Курганинский групповой водопровод. Мэр распорядился остановить начисление горожанам за эту услугу, пока коммунальные службы не разберутся между собой. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.